Житель Люберец, заместитель командира батальона БАРС-13, русский легион Виктор Исаев вновь встретился со студентами. На этот раз он беседовал с учащимися техникума имени Гагарина. Участник специальной военной операции рассказал о своем боевом пути и ответил на вопросы юношей и девушек. Подробности в следующем сюжете. Сегодня пришли к вам, чтобы и познакомить, и пообщаться вживую с Виктором Викторовичем Исаевым. Это наш боец, Нагерчанин. Если кто в телеграм-каналах смотрит и следит за новостями, такой позывной Любер. Сегодня в расписании студентов-гагаринцев патриотический час, посвященный теме специальной военной операции. В гостях человек, который видел происходящие события своими глазами и готов поделиться информацией и помочь разобраться, где правда, а где ложь. Что бы там кто ни говорил, каждый солдат, каждый боец там на фронте знает, это русская земля. Мы освобождаем свою русскую землю, веками политую нашими кровью наших предков. 23 февраля 2022 года Виктор Исаев находился в Донецкой Народной Республике с гуманитарной миссией. На следующий день началась специальная военная операция, и он, не раздумывая, остался там. Вступил в добровольческий батальон и принимал участие в боях. Награжден Орденом Мужества и Царьградским Крестом. Было страшно, честно скажу, было очень страшно, потому что дома и дети, и, как говорится, друзья, знакомые. Что они здесь испытывали, знаю, что я на Красном лимане, ну, потом я понял, когда вот уже приехал сюда. Вернуться в зону СВО Виктор Исаев не может из-за ранения в ногу. Но здесь, в родном городе, боец будет выполнять не менее важную миссию – продолжать такие встречи с молодежью. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.